Александр Беляев С молодой эвкалиптовой рощей стояла китайская беседка. К этой беседке ровно в девять часов утра подошел молодой человек в белом фланелевом костюме и в Панаме. Наружность молодого человека невольно привлекала внимание. Очень короткие руки и ноги, непомерно большая голова, большие отвислые уши и... нос. Нос поражал больше всего. У корня нос западал, а к концу расширялся и даже загибался немного вверх туфлею. Все движения молодого человека были очень быстро, угловаты, неожиданны. Он никак не мог быть причислен к красавцам. И тем не менее ничего отталкивающего в его внешности не было. Даже наоборот, молодой человек вызывал симпатию необычайной комичностью жестов и мимики лица. А своим уродством мог возбудить только жалость. Молодой человек в Панаме и с носом туфлею вошел в китайскую беседку и оказался в кабине лифта. Лифт среди сада мог бы вызвать удивление у всякого непосвященного. Но молодой человек, видимо, был хорошо знаком с этим странным сооружением. Кивнув головой в ответ на приветствие мальчика, обслуживающего лифт, человек в Панаме бросил короткое приказание. — На дно! — и сделал такой выразительный жест рукой, как будто он хотел проткнуть землю до самой преисподней. Мальчик не удержался и коротко засмеялся. Молодой человек в Панаме грозно посмотрел на мальчика. Это было так смешно, что мальчик засмеялся еще громче. — Простите, сэр, но я не могу, право же, не могу! — оправдывался мальчик. Мистер тяжко вздохнул, подняв глаза вверх с выражением покорности судьбе и сказал. — Не оправдывайся, Джон. Ты виноват так же, как и я. Мне суждено возбуждать смех. А тебе смеяться надо мною. Гоффман приехал? — Двадцать минут тому назад. — Мисс Геда Люкс? — Нет еще. — Ну, разумеется, — сказал с неудовольствием человек в Панаме. И нос его неожиданно зашевелился сверху вниз и обратно, как маленький хоботок. Мальчик взвизгнул от смеха. В этот момент кабина лифта остановилась. — Бедный Джон, еще пять минут, и я был бы виновен в смерти невинного младенца. Но твои мучения кончились, — сказал молодой человек, быстро выскакивая из кабины. Он прошел широкий коридор и оказался в большой круглой комнате, освещенной сильными фонарями. После горячего, несмотря на утренний час солнца, здесь было прохладно, и молодой человек вздохнул с облегчением. Он быстро пересек круглую комнату и открыл дверь в соседнее помещение. Как будто машина времени сразу перенесла молодого человека из XX века в немецкое средневековье. Перед ним был огромный зал, потолок которого замыкался вверху узкими сводами. Узкие и высокие окна, узкие и высокие двери, узкие и высокие стулья. Через окно падал солнечный свет, оставляя на широких каменных плитах пола четкий рисунок готического оконного переплета. Молодой человек вошел в полосу света и остановился. Среди этой высокой и узкой мебели фигура его казалась особенно мала, неуклюжа, нелепа. Большую дисгармонию трудно было представить, и это было не случайно. В этом контрасте был строго продуманный расчет режиссера. Старый немецкий готический замок был сделан из фанеры, клея, холста и красок по чертежам, этюдам и макетам выдающегося архитектора, который мог с честью строить настоящие замки и дворцы. Но мистер Питч и компани, владелец киногородка, платил архитектору гораздо больше, чем могли бы уплатить ему титулованные особы за постройку настоящих замков. И архитектор предпочитал строить замки из холста и фанеры, получая за них большие доходы. В средневековом замке, вернее, в углу зала и за стенами, шла суета. Рабочие, маляры, художники и плотники под руководством самого архитектора заканчивали установку декораций. Необходимая мебель, настоящая, а не бутафорская, уже стояла в замке. Инженер-электрик и его помощник возились с Юпитерами, огромными лампами, во много тысяч свечей каждая. Кинофильм рождается из света. Не мудрено, что свет составляет главную заботу постановщиков. Мистер Питч и компани могли позволить себе такую роскошь. Устроить огромный павильон под землей, чтобы не зависеть от капризов дневного освещения. Из-за декораций выглядывали статисты и статистки, уже наряженные в средневековые костюмы и загримированные. Все они с любопытством, почтением и в то же время невольной улыбкой смотрели на молодого человека, стоящего в солнечном луче посреди залы. Сам Антонио Престо. Боже, какой смешной! Он даже в жизни не может постоять спокойно ни одной минуты. Да, это был сам Антонио Престо, неподражаемый комический артист, затмивший славу былых корифеев экрана, Чаплинах, Китонов и Пренсов. Антонио, или Тонио Престо, итальянец по рождению, немец по воспитанию, и теперь во славу американской кинематографии «Американец» по договору, он был куплен мистером Гоффманом. О доходах Тонио Престо ходили баснословные слухи, и доходы эти были действительно баснословны. Его артистический псевдоним чрезвычайно метко определял его стремительную сущность. Престо — итальянский музыкальный термин, означающий очень быстро. Престо ни секунды не оставался спокойным. Двигались его руки, его ноги, его туловище, его голова и его неподражаемый нос. Тонио был своего рода чудом природы. Какая-то лейденская банка, неиссякаемый аккумулятор смеха. Трудно было объяснить, почему каждый его жест возбуждает такой неудержимый смех. Но противиться этому смеху никто не мог. Даже известная красавица Леди Трайн не могла удержаться от смеха. Хотя, как утверждают все, знавшие ее, она не смеялась никогда в жизни, скрывая свои неровные зубы. По мнению американской критики, смех Леди Трайн был высшей победой гениального американского комика. Свой природный дар Престо удесятерил очень своеобразной манерой игры. Престо играл исключительно трагические роли. Для него специально писались сценарии по трагедиям Шекспира, Байрона, даже Софокла. Тонио Отелло, Манфред, Эдип. Это было бы профанацией, если бы Престо не играл своих трагических ролей со всей искренностью и горячностью истого итальянца. Комизм Бестера Китона заключался в противоречии его трагической неподвижной маске лица с комичностью положений. Комизм Тони Престо был в противоречии и положений, и обстановке, и даже его собственных внутренних переживаний с его невозможной, нелепой, немыслимой фигурой, с его жестами паяца. Быть может, никогда еще комическое не поднималось до таких высот, почти соприкасаясь с трагическим, но зрители этого не замечали. Только один человек, крупный европейский писатель и оригинальный мыслитель, на вопрос американского журналиста о том, как ему нравится игра Антонио Престо, ответил «Престо страшен в своем безнадежном бунте». Но ведь это сказал не американец, притом сказал фразу, которую даже трудно понять, о каком бунте, о бунте против кого, говорил писатель. И об этой фразе скоро забыли. Только сам Антонио Престо бережно сохранил в своей памяти этот отзыв о нем иностранца. Антонио Престо казалось, что единственному человеку удалось заглянуть в его душу. «Гоффман! Гоффман! Ты находишь, что этот свет дан под хорошим углом?» Оператор Гоффман, флегматичный немец в клетчатом костюме, внимательно посмотрел в визир аппарата. Свет падал так на лицо Престо, что впадина носа недостаточно ярко обозначалась тенью. «Да, свет падает слишком отвесно. Опустите софит и занесите немного влево». «Есть!» — ответил рабочий. Резкая тень пала на седло носа Антонио, отчего лицо сделалось еще более смешным. В луче этого света у окна должна была произойти сцена трагического объяснения неудачного любовника, которого играл Престо, бедного мейстер Зингера со златокудрой дочерью короля. Роль королевны исполняла звезда американского экрана Гедда Люкс. Тонио Престо обычно сам режиссировал фильмы, в которых участвовал. И на этот раз до приезда Гедды Люкс он начал проходить со статистами некоторые массовые сцены. Одна молодая неопытная статистка прошла по сцене не так, как следовало. Престо простонал и попросил ее пройти еще раз. Опять не так. Престо замахал руками, как ветряная мельница, и закричал тонким детским голоском. «Неужели это так трудно ходить по полу? Я вам сейчас покажу, как это делается!» И, соскочив со своего помоста, Престо показал. Показал он очень наглядно и верно. Все поняли, что требуется. Но вместе с тем это было так смешно, что статисты не удержались и громко засмеялись. Престо начал сердиться. А когда он начинал сердиться, то был смешон, как никогда. Смех статистов сделался гомерическим. Бароны и рыцари хватались за животы и катались по полу. Придворные дамы смеялись до слез и портили себе грим. У короля слетел парик. Престо смотрел на это стихийное бедствие, произведенное его необычайным дарованием. Потом вдруг топнул ногой, схватился за голову, побежал и забился в кулисы. Успокоившись, он вернулся в замок побледневшим и сказал. «Я буду отдавать приказание из-за экрана». Репетиция продолжалась. Все его замечания были очень толковы и обличали в нем большой режиссерский опыт и талант. «Мисс Геда Люкс приехала», — возвестил помощник режиссера. Престо передал бразды правления помощнику и отправился одеваться и гримироваться. Через двадцать минут он вышел в ателье уже в костюме майстер Зингера. Костюм и грим не могли скрыть его уродство. О, как он был смешон! Статисты с трудом удерживали смех и отводили глаза в сторону. «Но где же Люкс?» — нетерпеливо спросил Тоню. Партнерша заставила себя ждать. Для всякой другой артистки это не прошло бы даром, но Люкс могла позволить себе такую вольность. Наконец она явилась, и ее появление произвело, как всегда, большой эффект. Красота этой женщины была необычайна. Геда Люкс тоже могла быть названа аккумулятором, но иного рода. Природа как будто накапливала по мелочам сотни лет все, что может очаровать людей. Копила по крохам, делала отбор у прабабушек и прадедушек, чтобы, наконец, вдруг собрать воедино весь блистательный арсенал красоты и женского очарования. У Антонио Преста нервно зашевелился туфлеобразный нос, когда он посмотрел на Люкс. И все, начиная от режиссера и кончая последним плотником, устремили свои глаза на Гедду. Статистки смотрели на нее почти с благоговейным обожанием. Но с Преста приходил все в большее движение, как будто он вынюхивал воздух. «Свет!» — крикнул Преста тонким голосом, ставшим от волнения еще пронзительнее и тоньше. Целый океан света разлился по ателье. Казалось, будто Геда Люкс принесла его с собой. Ее псевдоним «Платинский свет» так же хорошо шел к ней, как Преста к ее партнеру. Перед съемкой Преста решил прорепетировать главный кадр — объяснение мастер Зингера с дочерью короля. Люкс уселась на высокое кресло у окна, поставила ногу в расшитой золотом туфельке нарезную скамеечку и взяла в руки шитье. У ног ее улегся великолепный док тигровой масти. А в почтительном расстоянии от Люкс стал Преста и запела высокой любви к даме. Дочь короля не смотрит на него, она все ниже склоняет голову и чему-то улыбается. Быть может, в этот момент она думает о прекрасном рыцаре, который на последнем турнире победил всех соперников во славу ее и был удостоен ее небесной улыбки. Но мастер Зингер понимает эту улыбку по-своему. Недаром он поэт. Он приближается к ней, он поет все более страстно, он падает перед нею на колени и начинает говорить о своей любви. Неслыханная дерзость, невероятное оскорбление, ужасное преступление. Королевна, не поднимая головы от шитья, хмурится. Глаза ее мечут искры, и она три раза топает маленькой ножкой в золоченой туфельке по резной скамеечке. Входят слуги, хватают мастер Зингера и уводят в тюрьму. Мастер Зингер знает, что его ожидают пытки и казнь, но он не жалеет о том, что сделал, и посылает своей возлюбленной последний взгляд, исполненный любви и преданности. Он охотно примет смерть. Сцена прошла прекрасно. Преста удовлетворен. «Можно снимать», — говорит он Гоффману. Оператор уже стоит у аппарата. Всю сцену он наблюдал через свое визирное стеклышко. Преста вновь становится в почтительную позу у кресла «Люкс». «Снимаю», — говорит Гоффман. Ручка аппарата завертелась. Сцена повторялась безукоризненно. Мастер Зингер поет, королевна наклоняет свое лицо все ниже и чему-то улыбается. Мастер Зингер подходит к королевне, бросается на колени и начинает свою страстную речь. Для придания актерам большего настроения в ателье играет хороший струнный оркестр. Преста увлечен. Он не только играет жестами и богатой мимикой своего подвижного лица. Он говорит, как заправский драматический актер. Он шепчет страстное признание с такой искренностью и силой, что «Люкс», забывая десятки раз проделанную последовательность движений и жестов, чуть-чуть приподнимает голову и с некоторым удивлением взглядывает на своего партнера одними уголками глаз. И в этот момент происходит нечто, не предусмотренное ни сценарием, ни режиссером. Преста, коротконогий, большеголовый, со своим туфлеобразным подвижным носом признается в любви. Это показалось Гетди Люкс столь несообразным, нелепым, комичным, невозможным, что она вдруг засмеялась неудержимым смехом. Это был гомерический смех, который охватывает вдруг человека как приступ страшной болезни и держит, не выпуская из своих рук, потрясая тело в судорожном напряжении, обессиливая, вызывая слезы на глазах. Люкс смеялась так, как не смеялась никогда в жизни. Она едва успевала переводить дыхание и снова заливалась бесконечным, серебристым смехом. Вышивание выпало у нее из рук. Одна из золотистых коз спустилась до пола. Испуганный док вскочил с пола и с недоумением смотрел на свою хозяйку. Растерянный Престо также поднялся на ноги и, мрачно сдвинув брови, смотрел на Люкс. Смех так же заразителен, как зевота. Не прошло и минуты, как перекаты смеха уже неслись во всем ателье. Статисты, плотники, монтеры, декораторы, гримеры все были во власти смеха. Престо стоял еще несколько секунд, как громом пораженный. Потом вдруг поднял руки и, с искаженным лицом, сжав кулаки, сделал шаг к Люкс. В эту минуту он был скорее страшен, чем смешон. Люкс посмотрела на него, и смех ее вдруг оборвался. И так же внезапно замолк смех во всем ателье. Оркестр давно прекратил игру, так как у смеявшихся музыкантов смычки выпали из рук. И теперь в ателье наступила тишина. Эта внезапная тишина как будто привела Престо в чувство. Он медленно опустил руки, медленно повернулся, волоча ноги дошел до большого дивана и кинулся ничком. — Простите, Престо! — вдруг сказала Люкс, нарушив тишину. Я вела себя как девочка, и из-за моего глупого смеха испорчено столько метров пленки. Престо скрипнул зубами. Она думала только об испорченной пленке. — Вы напрасно извиняетесь, — вместо Престо ответил ей Гоффман. Я нарочно не прекращал съемки и совсем не считаю пленку испорченной. С моей точки зрения этот новый вариант кадра у окна великолепен. В самом деле смех, уничтожающий смех, который не оставляет никаких надежд. Смех любимой женщины в ответ на страстное признание. Разве он не ужаснее для влюбленного самых страшных мук? Разве этот смех не превратил на один момент любовь мейстер Зингера в жгучую ненависть? Престо был неподражаем. Гениален! О, я знаю нашу американскую публику, закончил Гоффман. Публика будет смеяться, как никогда. Эти выпученные глаза мейстер Зингера раскрытый рот. Ты не сердись, Престо, но еще никогда ты не был так эффектен. И если бы я не закалил себя, то я не в состоянии был бы вертеть ручку аппарата. Но я потом дам волю смеху. Престо поднялся и сел на диван. Да, ты прав, Гоффман, сказал он медленно и глухо. Это вышло великолепно. Наши американцы подохнут со смеху. И вдруг, чего еще никогда не было, сам Тонио Престо засмеялся сухим, трескучим смехом, обнажив ряд кривых зубов. В этом смехе было что-то зловещее, сатанинское, и никто не отозвался на него. После этой злополучной репетиции Престо сел в автомобиль и, по словам шофера, загнал машину насмерть. — Вперед! Вперед! — кричал Престо и требовал, чтобы шофер дал полную скорость. И они мчались по дорогам, как преступники, за которыми гонится полиция. А за ними и в самом деле гнались. Пролетая мимо ферм, они давили гусей и уток, шествующих с соседнего пруда. И обозленные фермеры гнались за ними с палками, но, конечно, не могли догнать. Два раза за автомобилем гнались на мотоциклетах полицейские, так как автомобиль мчался с недопустимой скоростью и не желал остановиться, несмотря на энергичные требования полицейских. Но одна погоня отставала за другой. Трудно было угнаться за автомобилем Престо. Это была одна из лучших во всей стране сильнейших машин, сделанная по особому заказу Тонио. Он любил скорость во всем. В пять часов вечера Престо, пожалев шофера, разрешил сделать остановку у придорожного кабачка и пообедать. Сам Престо не притронулся ни к чему и только выпил кувшин холодной воды. И снова началась та же бешеная езда весь вечер и всю ночь. Они мчались по шоссе берегом океана. Шофер валился от усталости и, наконец, заявил, что он засыпает на ходу и не ручается, если разобьет машину вместе с седоком. «Вперед!» — крикнул Престо. Он поднялся со своего места, отстранил шофера и сам взялся за руль. «Вы можете отдохнуть!» — сказал Тонио шоферу. Тот завалился на широкое сидение автомобиля и тотчас крепко уснул. Глава вторая Когда шофер проснулся, было семь часов утра. Автомобиль стоял у виллы Гедды Люкс. «Вы спались?» — ласково спросил Престо шофера. «Я зайду сказать доброе утро, мисс Люкс, а вы подождите здесь. Потом мы поедем домой». Семь часов утра — слишком ранний час для визита. Но Тонио знал, что Гедда Люкс встает в шесть. Она вела чрезвычайно регулярный образ жизни по предписанию лучших профессоров-гигиенистов, чтобы на возможно больше срок сохранить обаяние молодости и красоты. Свой капитал, с которого она получала такие большие проценты. Она уже приняла ванну, покончила с массажем и теперь делала легкую гимнастику в большой квадратной комнате, освещенной через потолок. Среди белых мраморных колонн стояли огромные зеркала, отражавшие Гедду. Во фланелевом утреннем костюме полосатых шароварах коротко остриженная и гладко причёсанная, она напоминала очаровательного мальчика. — Тоню? Так рано? — сказала она приветливо, увидав в зеркале приближающегося к ней сзади Тонио Преста. И, не прекращая выгибаться, наклоняться и распрямляться, она продолжала. — Садитесь, сейчас будем пить кофе. Она не спросила его, что привело его в такой ранний час, так как привыкла к странностям Преста. Тонио подошёл к большой удобной кушетке, присел на край, но тотчас вскочил и заходил большими кругами вокруг Геды, как зверь, преследующий добычу. — Преста, перестаньте ходить, у меня голова окружится, глядя на вас, — сказала Люкс. — Мне нужно поговорить с вами, — сказал Преста, не прекращая своей круговой прогулки. — По делу, по очень серьёзному делу. Но я тоже не могу так, когда вы раскачиваетесь и приседаете. Прошу вас, садитесь на диван. Люкс посмотрела на Преста, в несколько прыжков добежала до дивана и уселась с ногами, оставив маленькие туфли на мозаичном полу. Преста подошёл к ней и сказал — Вот так. Видимо, он делал невероятные усилия, чтобы сохранить полное спокойствие, держать в повиновении свои руки и ноги, не двигать туфлеобразным носом. — Геда Люкс, мисс Геда, я не умею говорить, мне трудно. Я люблю вас и хочу, чтобы вы были моей женой. Предательский нос его начал подниматься кверху и двигаться. Геда опустила глаза и, сдерживая поднимающуюся волну смеха, сказала как можно серьёзнее и спокойнее. — А? Антонио Преста, но я не люблю вас. Вы это знаете. А если нет обоюдной любви, то что же может нас сосватать? Коммерческий расчёт. Он говорит против такого брака. Посудите сами. Мой капитал и мои доходы равняются вашим. Я не нуждаюсь в деньгах, но и не желаю уменьшать своих доходов. А брак с вами понизил бы мой заработок. Преста дёрнул головой. Каким образом? Люкс, продолжая упорно смотреть на пол, ответила. — Очень просто. Вы знаете, что публика боготворит меня. Вокруг моего имени создался своего рода культ. Для сотен, тысяч и миллионов моих зрителей я являюсь идеалом женской красоты и чистоты. Но поклонники требовательны к своему божеству. Их преклонение должно быть оправданно. Толпа зорко следит за малейшими подробностями моей частной жизни. Когда я на экране, последний нищий имеет право любоваться мною и даже воображать себя на месте героя, завоёвывающего моё сердце. И именно поэтому-то я никому не должна принадлежать. Толпа, пожалуй, примирилась бы ещё, если бы я вышла замуж за героя, за мужчину, который получил всеобщее признание как идеал мужской красоты или мужских добродетелей, достойным мужем для богини, может быть, только Бог, или в крайнем случае полу Бог. И если бы толпа узнала, что я вышла замуж за вас, она пришла бы в негодование, она сочла бы это преступлением с моей стороны, издевательством над самыми лучшими и святыми чувствами моих поклонников. Толпа отвернулась бы от меня, а толпа делает успех. И деньги. И деньги, разумеется, и я не удивилась бы, если бы мистер пич расторгнул контракт со мною. Я лишилась бы и денег, и славы, и поклонников. За сомнительное удовольствие иметь мужем такого урода, как я, докончил Престу. Довольно, мисс Люкс. Я понял вас, вы правы. Брак со мной оскорбляет и оскверняет человека, как прикосновение отвратительного гада. Престу вдруг топнул ногой и крикливым женским голосом закричал. А если этот гад наделен горячим любящим сердцем, если этот гад требует своего места под солнцем и своей доли счастья? Эта неожиданная вспышка заставила Гедду невольно приподнять глаза на Престу. Нос его двигался как маленький хоботок. Кожа на лбу то собиралась в морщины, то растягивалась до блеска. Волосы ерошились, уши двигались, руки походили на поршни паровой машины, работающей на самом скором ходу. Гедда Люкс уже не могла оторвать своего взора от Преста, как маленькая птичка от гипнотизирующего блестящего взгляда змеи. Она начала смеяться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Как будто повторилась вчерашняя сцена у окна дочери короля с мейстер Зингером. Но там все было нарочно, так, по крайней мере, думала Люкс. А здесь страдания и чувства мейстер Зингера были самые настоящие. Гетда понимала всю неуместность и оскорбительность для Тонио ее смеха, но ничего не могла поделать с собой. А Преста как будто даже обрадовался этому смеху. «Смейтесь, смейтесь!» кричал он. «Смейтесь так, как вы еще не смеялись никогда! Смейтесь, потому что странный уродец Антонио Престо будет вам говорить о своей любви!» И он говорил. Он кривлялся самым невероятным образом. Он пустил в ход весь свой многообразный арсенал лужимок и прыжков, жестов и мимики. Люкс смеялась все больше, глубже, сильнее. Этот смех уже походил на истерический припадок. Геда корчилась на диване в припадках смеха и умоляюще смотрела на Престу. На глазах ее были слезы. Прерывающимся от смеха голосом она проговорила с трудом «Перестаньте, прошу вас!» Но Преста был неумолим и неистощим. Люкс задыхалась, обессилела, почти потеряла сознание. Она схватилась руками за судорожно колыхающуюся от смеха грудь, как человек в жесточайшем припадке астмы и уже с расширенными от ужаса глазами. Люди беспощадны к безобразию. Пусть же и безобразие будет беспощадно к красоте. Моя душа почернела, как черный скорпион, и стала злее злого горбуна, кричал Преста. А геда Люкс поняла. Он хочет убить ее, засмеять до смерти. Руки ее тряслись, она шаталась, теряя сознание. Собрав всю силу воли, геда протянула руку к звонку, стоящему на столике возле дивана, и позвонила. Вошла горничная и увидала, что госпожа ее смеется мелким захлебывающимся смехом, глядя на Преста. Горничная также посмотрела на него и вдруг схватила себя за бока, как будто ужасные колики сразу огнем прожгли ее внутренности и, присев на пол, засмеялась неудержимым смехом. Увы, она также была во власти Тонио, как и ее хозяйка. К геде Люкс никто больше не мог прийти на помощь. ГОФМАН ТРЕТЬЕ. ГОФМАН сидел в глубоком кожаном кресле и курил трубку, когда в комнату вбежал Преста с воспаленными после бессонной ночи глазами, обветренным лицом и возбужденной боли обыкновенного. «Я ждал тебя до трех часов ночи», сказал ГОФМАН. ГОФМАН по долгу службы жил вместе с Тонио Преста на его вилле в окрестностях Сан-Франциско, недалеко от подземного киногородка мистера Питч и компани. Известный кинооператор ГОФМАН был тенью Преста. Он следил за каждым движением, каждым новым поворотом киноартисты, чтобы переносить на пленку самые оригинальные позы и наиболее удачные мимические моменты в игре подвижного лица. Тонио и ГОФМАН были большими друзьями. «Где ты пропадал?» спросил ГОФМАН, пуская изо рта клубы дыма. «Я только что от ге-делюкс уморил ее со смеху». «Это твоя специальность?» «Да, за грехи отцов я награжден этим проклятием». «Почему же проклятием, Тонио? Это прекрасный дар. Смех самая ценная валюта, и это было всегда». «Да, но чем вызывается этот смех?» «Можно смешить людей остроумными мыслями и веселыми рассказами, а я смешу их своим безобразием». Леонардо да Винчи сказал, что великое безобразие встречается так же редко, как и великая красота. Он с величайшей заботливостью разыскивал всюду людей, отличающихся исключительным безобразием и зарисовывал их лица в свой альбом, а ты, ты в сущности даже не так уж безобразен. Необычайный комизм вызывается не столько твоей внешностью, как противоречием высокой настройке твоей души с мизерностью телесной оболочки и с этими жестами картонного паяца. Ты прекрасно зарабатываешь, пользуешься колоссальным успехом. Вот, вот это самое высокая настройка души. Эх, Гоффман, в этом все мое несчастье. Я человек с нормальной душой, но с телом кретина. Я глубоко несчастен, Гоффман. Деньги, слава, все это хорошо, пока добиваешься их. Любовь женщины. Я получаю сотни писем в день от поклонниц со всех концов света, но разве любовь руководит моими корреспондентками? Их привлекает мое богатство, моя слава. Это или сентиментальные старые девы, или продажные душонки, которым надо богатство, и которые жаждут проявить свое чванство в роли жены столь знаменитого человека, как я. А вот гедлюкс. Сегодня я сделал ей тринадцатое предложение, и она отвергла его. Но теперь довольна. На чертовой дюжине можно остановиться. Уморил я со смеху. Самое большое мое горе в том, что я по натуре трагический актер, а принужден быть паяцем. Ты знаешь, Гоффман, ведь я вкладываю в исполнение своих трагических ролей всю душу, а толпа смеется. Преста подошел к зеркалу и погрозил кулаком собственному отражению. О, проклятая рожа! Ты великолепен, Тоню, сказал, усмехнувшись, Гоффман. Этот жест что-то новенькое. Позволь мне сходить за аппаратом. Преста обернулся и посмотрел на Гоффмана с укором. И ты, Брут, послушай, Гоффман, подожди, никуда не ходи. Побудь хоть один раз только моим другом, а не кинооператором. Скажи мне, почему такая несправедливость? Имя и фамилию можно переменить, костюм, место жительства можно. переменить, а свое лицо никогда. Оно как проклятие лежит на тебе. Недосмотр родителей, ответил Гоффман. Когда будешь родиться следующий раз, потребуй сначала, чтобы родители показали твою карточку, и если она не будет похожа на Херувима, не родись. Не шути, Гоффман, для меня это слишком серьезно. Вот из несчастного урода Галыша я превратился в миллионера. Но на все мое богатство я не могу купить себе пять миллиметров переносицы. Почему же не можешь? Поезжай в Париж, там тебе сделают операцию, вспрыснут парафин под кожу и сделают из твоей туфли прекрасную грушу дюшес. Или еще лучше. Сейчас носы переделывают хирургическим путем. Пересаживают косточки, кожу, говорят, в Париже много таких мастерских. На вывеске так и написано «Принимаю в починку носы, римские и греческие на пятьдесят процентов дороже». Тонио покачал головой. Нет, это не то. Я знал одну девушку. В детстве она перенесла какую-то тяжелую болезнь, кажется, дифтерит, после которой у нее запал корень носа. Ей не так давно сделали операцию. И надо сказать, что операция мало помогла ей. Нос остался почти таким же безобразным, как был. Притом кожа напереносится выделяется беловатым пятном. Может быть, делал плохой хирург? Постой, постой. До чего лучше? На днях я читал в газете, что в Сакраменто приехал какой-то чудесный доктор. Русский доктор. Цорокин, Зорокин, не помню его фамилию. И он делает настоящие чудеса. Воздействует на какую-то железу, копьевидную или щитовидную, не помню. И у человека изменяется не только лицо, но и все тело. Прибавляется рост, удлиняются конечности. Впрочем, может быть, все это газетная утка. В какой газете ты читал это? Возбужденно спросил Преста. Право уж не помню. В Сакраменто в редакции любой газеты тебе сообщат его адрес, если это не газетная утка. Гоффман, я еду немедленно. Себастьян! Себастьян! Вошел старый слуга итальянец, которого Преста всюду возил с собою. Себастьян, скажи шоферу, чтобы он готовил машину. Шофер спит, вы вчера замучили его, ворчливо сказал Себастьян. Да, правда, пусть спит. Из Сан-Франциско в Сакраменто каждый день ходят пароходы. Себастьян, укладывай белье и костюмы в чемодан. Я еду! Не сумасшествуй, завтра съемка. Пусть отложат. Скажи, что я заболел. Не теряй рассудка, Тонио, ведь если доктор действительно изменит твою наружность, то ты уже не в состоянии будешь кончить роль мейстер Зингера в фильме «Любовь и смерть», а ты обязан сделать это по контракту. К черту контракт! И ты уплатишь неустойку? К черту неустройку! Скажи, Гоффман, могу я на тебя полагаться как на друга? Гоффман кивнул головой. Так вот что, я не знаю, насколько задержит меня доктор. «Если не выйдет дело в Сакраменто, я еду в Париж. На всякий случай я назначаю больше времени, чем может понадобиться. Я пробуду в отъезде четыре месяца. Ты давно хотел побывать на сандвичевых островах? Поезжай, отдохни, проветрись и привези великолепный видовой фильм. Без аппарата ведь ты как без глаз существовать не можешь. Мою виллу прекрасно сбережет Себастьян. На него вполне можно положиться. Себастьян! Чемодан готов? В последний раз говорю тебе, одумайся, ведь твой нос твое богатство. Да где же ты, Себастьян? Вызови по телефону таксомотор. Глава четвертая На этот раз газеты не солгали. Доктор Сорокин действительно существовал и творил чудеса. Престо без особого труда разыскал его лечебницу. Она находилась недалеко от города Сакрамента в живописной долине. Прекрасный сосновый парк окружал целый городок белых зданий. Весь этот городок принадлежал местному врачу, известному хирургу Круксу, пригласившему Сорокина для постановки новых методов лечения. Престо очень понравилась лечебница и весь распорядок жизни в ней. Сорокин не устанавливал для больных строго больничного режима, предоставляя им значительную свободу. Отчасти этому способствовал и самый метод лечения. Больные принимали в определенные часы порошки или микстуру, некоторые из них подвергались рентгенизации и все должны были являться на освидетельствование через каждые три дня. Их взвешивали, измеряли рост, длину конечностей, фотографировали. В остальное время больные чувствовали себя совершенно свободными. Взрослые вели свой обычный образ жизни, ели любимые блюда и распоряжались своим временем, как хотели. Им только не позволялось выходить за пределы больничного парка без разрешения врача. Престу предоставили отдельный небольшой коттедж, окруженный прекрасным цветником. Запах цветов и сосны наполнял комнаты. После огромной и роскошной виллы коттедж показался Престу очень маленьким и даже бедно обставленным, но это нисколько не огорчало его, ведь он собирался начать новую жизнь, поэтому и вокруг него все должно быть совершенно новым. Первое свидание Престу с доктором Сорокиным произошло в кабинете врача во время приема. Доктор удивился, увидев Престу в качестве своего пациента, но сумел хорошо скрыть свое удивление и, главное, не рассмеялся, что сразу расположило Тонио к врачу. — На что вы жалуетесь, мистер Престу? — На судьбу, — ответил Престу. Сорокин с видом понимающего человека молча и сочувственно кивнул головой и сказал — Неумолимая судьба для нас, современных людей, всего лишь только закон причинности, поэтому мы больше не умоляем судьбу. Мы сгибаем ее в бараний рог. Вы последний больной. Прием у меня окончен. Пойдемте в парк и там побеседуем, добавил он, посмотрев на часы. Был прекрасный летний вечер. Престу и Сорокин шли по дорожке, усыпанной желтым песком, направляясь в отдаленную часть парка. — Итак, вы жалуетесь на судьбу, повторил Сорокин. — Да, — горячо ответил Престу. — Почему человек может переменить фамилию, местожительство, профессию, подданство, но не может переменить свое лицо? Оно как проклятие, как печаль Каина неизменяемо, если не считать медленного возрастного изменения от младенчества до старости. Доктор покачал головой. Вы неправы, вы совершенно неправы. Не только наше лицо, но и формы всего нашего тела не представляют собой чего-либо стойкого и неподвижного, а неподвижное и текучее, река. Тело наше непрерывно сгорает, улетучивается, и на месте уплывшего все время строится новое. Через мгновение вы уже не тот, что были, а в продолжении нескольких лет в вашем теле не останется ни атома из тех, что составляют сейчас ваше тело. И тем не менее, сегодняшний я как две капли похож на вчерашнего, со вздохом сказал Преста. Сорокин улыбнулся, но это была не обидная для Преста улыбка. Доктор улыбнулся его словам, а не жестом. Да, иллюзия постоянства форм имеется. Но эта иллюзия получается от того, что формы тела строятся вновь по тому же самому образцу, как и тело уплывшее, сгоревшее в обмене веществ, исчезнувшее. И строится тело в том же самом виде только потому, что органы внутренней секреции своими гормонами направляют строительство по раз намеченному плану. Но разве это не говорит о постоянстве форм? Ни в коем случае. Отлитая из бронзы статуэтка не изменяется, пока время не разрушит ее. Она имеет устойчивой формы и иное дело формы нашего тела. Довольно одной из желез внутренней секреции начать работать с малейшим отступлением от определенного плана и формы нашего тела начнут изменяться, как воск от пламени. Наши текучие формы начнут плыть и в конце концов создадутся совершенно новые формы. Да вот не угодно ли посмотреть на этих больных? Навстречу Преста по дорожке сада шел человек гигантского роста. Пропорции тела его были неправильны. Он имел чрезмерно длинные ноги и руки при коротком туловище и маленькой голове. Несмотря на свой огромный рост, великан имел совершенно детское выражение лица и при приближении доктора начал оправлять свой костюм как мальчик, который боится получить замечание от взрослого. Гигант поклонился врачу и прошел мимо. Видите, какой гигант? Нормальный рост европейца колеблется между 162 сантиметрами, таковые ваши компатриоты итальянцы, и 177 у норвежцев. А этот великан имеет 230 сантиметров. Ему всего 18 лет. До 10 лет он рос совершенно нормальным ребенком, а потом вдруг начал неудержимо тянуться вверх. Почему? Потому что у него передняя доля придатка мозга, гипофиза, начала развиваться слишком быстро. Или, как говорим мы врачи, это результат гиперфункции передней доли гипофиза. А вот Карлица, смотрите вправо, ей 37 лет, а рост ее всего 97 сантиметров. Задержка роста у нее произошла, потому что функция той же передней доли гипофиза была ослаблена. Но все эти изменения произошли в детстве. Да, однако они могут происходить и в зрелом возрасте. Пойдемте вот к тому домику у холма, может быть, вам удастся посмотреть на мисс Веда. У веранды домика сидела женщина, откинувшись на спинку большого кресла. Не поднимая головы, она посмотрела на проходящих, улыбнулась доктору и приветствовала его. «Добрый вечер, мисс Веда», любезно ответил Сорокин. Престо посмотрел на женщину и содрогнулся. Это было какое-то чудовище с удлиненным лицом, резко выдававшимся подбородком и затылком, с утолщенным носом и губами, с уродливо большими руками и ногами. «Страшна, как химера на башне собора Наттердам», сказал Престу, когда они прошли мимо больной. «Да, некрасиво», ответил доктор, «но поверите ли вы, что эта женщина еще недавно блистала красотой, что всего год тому назад она взяла в Чикаго приз красоты». И она действительно была очаровательна. У меня есть ее фотография, я покажу вам ее. И что же так изуродовало ее? Безвидимой причины у нее начали уродливо разрастаться кости лица, главным образом подбородка, концы пальцев и рука, также ребра и остистые отростки позвонков. Болезнь началась с общей слабости. Акромегалия так называется эта болезнь, и зависит она от болезненного увеличения передней доли гипофиза. Если бы это случилось в детстве, она стала бы великаншей, а в 20 лет получилось вот такое уродство. Впрочем, искусственно я мог бы создать великана и из взрослого человека. Она безнадежна? Нисколько. Как только нам удастся привести в норму ее предаток мозга, форма ее тела сами изменится. Вы хотите сказать, что вновь укоротятся ее кости, и она станет похожа на самое себя? Сорокин кивнул головой. Не правда ли? Разве это не кажется чудесным? А вы говорите о незыблемости форм человеческого тела. Нет ничего незыблемого. Все течет. Все изменяется. глава пятая В первый вечер, когда Престу остался один в своем домике, он долго не мог заснуть. Впечатления от всего виденного слишком поразили его. Очаровательная женщина, превращенная злым недугом в какую-то страшную ведьму, карлики, великаны. И среди этих уродцев и чудовищ доктор Сорокин, как волшебник, который собирается расколдовывать злые чары и вернуть всем уродцам вид нормальных здоровых людей. Престу начинал дремать, и тогда ему казалось, что женщина, чудовище с огромным подбородком поднимается со своего кресла, идет к Тоню и, простирая свои уродливо большие руки, говорит, «Я люблю тебя, Тоню. Жених оставил меня, но ты мне нравишься больше, чем жених. Мы оба уроды, мы стоим друг друга. У нас будут дети уроды, каких не видал еще свет. Они будут так смешны, что все люди подохнут со смеха, и тогда землю наследуют наши потомки. Над ними уже никто не будет смеяться, потому что все будут ужасающе уродливы, и уродство будет признано красотой, и самый уродливый будет признан самым красивым». Тоню проснулся в холодном поту. «Какой отвратительный сон», подумал он. И вдруг он быстро сел на кровати и схватился за голову. Одна мысль поразила его. «Я бежал во сне от страшной мисс Вены. Разве я сам не кажусь таким же страшным? Да, Геда Люкс была права, тысячу раз права, отказав мне. Как несправедливо жесток я был с ней в последний раз. Что, если в самом деле Геда умирала от смеха и оставил ее без памяти? Быть может, у нее слабое сердце?» Тоню соскочил с кровати и зашагал по комнате. «Надо будет дать телеграмму Гоффману спросить его». «Впрочем, нет, он, наверное, уже уехал. Если я в самом деле убил ее смехом, то начнется следствие. Меня арестуют, быть может, обвинят в убийстве и казнят. И я умру уродом. Нет, нет. Если Геда умерла, этого не исправишь. Кроме Гоффмана, никто не знает о том, куда я уехал. Сначала надо излечиться от уродства. Однако как расшатались у меня нервы. надо взять себя в руки». Тонио заставил себя лечь в кровать, но до самого утра не мог уснуть. «Безобразие, самая тяжелая болезнь», повторял он в бреду. Только когда первые утренние лучи позолотили верхушки сосен, Тонио начал дремать, повторяя во сне известные мудрые слова, которые звучали как отрывки заклятия. Гипофиз, гормон, акромегалия, гиперфункция. «Нет, право от этого можно с ума сойти», говорил Преста, проснувшись в одиннадцать часов утра. «Я должен знать совершенно точно, что такое представляют собой гормоны и гипофизы. Я должен знать всю механику, тогда туман рассеется и в голове будет порядок». Умывшись, Преста подошел к большому зеркалу в ванной комнате и внимательно рассмотрел свое лицо. О, недаром он был киноартистом. Он знал каждый миллиметр этого лица, безобразного и смешного. «На паухи, туфли, нос и уродиц», сказал Преста, обращаясь к своему отражению в зеркале. «Скоро тебе придет конец. Ты сгоришь, утечешь, улетучишься, а на смену тебе придет». «Хотел бы я знать, как я буду выглядеть после лечения», сказал Преста уже другим тоном. Быстро одевшись, он пошел к доктору Сорокину, но тот был занят с больными, и Преста отправился бродить по парку. У содержателя ярмарочного балагана глаза разгорелись бы при виде всех этих уродцев. Их хватило бы на составление ни одной труппы карликов и великанов. Преста встречались толстые, как бочки мужчины и женщины, едва передвигающиеся на ногах тумбах, жердеобразные скелеты, мужчины с женским бюстом, бородатые женщины. Все это были жертвы игры неведомых сил, скрывающихся в недрах человеческого организма. Это был брак, отбросы великого производства природы. Вот уродец с огромной головой и маленькими ногами. Это кретин. Он внимательно осмотрел Тонио и вдруг засмеялся смехом идиота. — Джим, Бэджим, иди скорее, посмотри на это чудо! Тонио престо соскочил с экрана и пожаловал к нам! Иди, иди посмотри бесплатный кинематограф! — закричал он, обращаясь к другому больному. Престо узнавали все, кто только видел его на экране. А кто же не бывает в кино? Кретины и младенчески недоразвитые великаны, привлеченные живым героем кино, шли следом за Престо. Это раздражало его. Он сделал крутой поворот и отправился к себе домой. До вечера он никуда не выходил. И только с наступлением темноты, когда большинство больных разбрелось по своим домам, Престо вновь направился к дому доктора. Сорокин повстречался ему на полдороге. — А я к вам, — сказал доктор. — Идемте гулять. Перед сном это полезно. Как спали вы прошлую ночь? — Плохо. Я думаю, в этом виноваты ваши гипофизы. Я хочу знать, что это за звери, иначе мне будет казаться, что я хожу окруженный злыми демонами, как это казалось моему далекому предку. Ну что ж, давайте знакомиться с демонами. Одни и те же демоны могут быть то злыми, то добрыми. Если можно, доктор, пойдем вот этой дорожкой. И Преста показал на крайнюю глухую дорожку, по которой почти никто не ходил. Сорокин кивнул головой. — Когда мы примемся за лечение, вас никто не узнает, и вам не придется ходить по глухим дорожкам, сказал Сорокин. Так вот, слушайте, вы, конечно, знаете, что человеческое тело состоит из многих миллиардов живых клеток, то есть мельчайших комочков живого вещества. Эти маленькие живые существа, составляющие части нашего тела, делятся как бы на отдельные производства, причем все они живут и действуют в удивительном содружестве и в полном согласии друг с другом. Чем больше изучаешь жизнь тела, тем больше удивляешься этой гармонии частей, этому порядку и согласию, царящему между всеми клетками и частями организма. Кто устанавливает этот порядок? Вопрос, который давно интересовал ученых. В течение девятнадцатого века ученые полагали, что все части и клетки организма связываются и объединяются нервной системой, а мозг является, так сказать, неограниченным монархом, которому слепо подчиняются все клетки подданные. Однако монархам вообще не повезло в двадцатом веке. Слетел со своего трона и мозг, этот царь в голове. Мозгу отведено более скромное, хотя и очень важное место. Мозг является центром передачи возбуждения с одной точки тела на другую. Такая передача носит название рефлекса. Это деятельность мозга. Так же важна, как работа какой-нибудь центральной станции телефона. Лампочка вспыхивает под номером и телефонистка соединяет один номер с другим. Но было бы ошибочно считать, что телефонистка это неограниченный монарх, который по своей воле заставляет одного абонента говорить с другим. Ее роль чисто служебная. Такая же служебная роль и нервной системы, и мозга. По крайней мере, теперь ученые пришли к убеждению, что рефлексами вовсе не исчерпывается проявление жизни организма, что нервная система не есть главная система, а мозг не есть центр всего тела. Как оказалось, наше тело управляется не монархическим образом, а если так можно выразиться, рабочим самоуправлением. Рабочие клетки вырабатывают особые химические вещества, которые и называются гормоны. Вот эти-то вещества и играют роль активных деятелей. Их значение в деле установления порядка и гармонии гораздо больше, чем значение мозга. Почти все части человеческого тела вырабатывают гормоны, или, как мы иногда зовем их, химические посланцы. Рабочие депутаты? С иронией спросил Преста. Да, рабочие депутаты, серьезно ответил Сорокин. Если уж продлить аналогию, то взаимный обмен гормонами по крови и составляет как бы голос клетки, а сумма этих голосов образует своего рода совет рабочих депутатов, дающих гармонию всему организму. Это интересно, хотя и похоже на агитацию фактами. Миллиарды клеток живут самым идеальным общественным порядком. Но не будем отвлекаться аналогиями. Итак, почти все части тела вырабатывают гормоны. Но некоторые места выделяют эти гормоны особенно обильно. Эти места называются органами внутренней секреции. Таким образом, бесконечно сложный внутренний организм не управляется из всезнающего центра, а самоуправляется. И органы внутренней секреции играют в этом самоуправлении очень видную роль. Их немало этих органов внутренней секреции или желез. Щитовидная железа, эпителиальные тельца, зобная железа, гипофисы и другие. Вот, кстати, о зобной железе. Вы где родились? В горах итальянской Швейцарии. Я так и полагал. В ваших местах вероятно есть что-нибудь ядовитое в воде. И этот яд действует губительно на щитовидную железу. Поэтому-то в ваших местах так много кретинов и зобных больных. Ведь зоб это ненормальное развитие ослабленной щитовидной железы. Организм как бы количеством желает заменить качество. Ваша болезнь для меня была ясна с первого взгляда. Вы представляете собой тип кретина, но с некоторым отступлением от нормы. Дело в том, что у кретинов обычно наблюдается замедленность движений и всех процессов душевной жизни. Кретины вялые, тяжелодумные, спокойные. Они напоминают добродушных животных. Правда, живой ум встречается между ними. Но у вас не только живой ум, у вас повышенная чувствительность нервов. Приступы усиленного сердцебиения у вас бывают? Да, ответил Преста. Сорокин кивнул головой. Вы чуткий, нервный, впечатлительный, легко возбудимый. В вашем организме как будто действуют две взаимно противоположные силы. Возможно, что у вас имеется ненормальная деятельность как щитовидной железы, так и гипофиза. Я умышленно несколько дней не приступал к медицинскому освидетельствованию, чтобы познакомиться ближе с вашим темпераментом, характером и умственным складом. С вами придется повозиться. Вы хотите иметь нормальный рост, нормальные пропорции и лицо, которое у вас должно было бы быть, если бы кретинизм не наложил на него свою печать. Разумеется, ответил Преста. Вы так и не видали никогда своего настоящего лица. Постараемся выяснить его. Я делаю то, чего еще не делают другие врачи. Меня называют кудесником, колдуном. Также называли знаменитого селекциониста Бербанка. А я делаю не больше его. Он делал чудеса, изменяя формы и всю конституцию плодов и овощей. Я же работаю над изменением человеческого тела. Пройдемте ко мне в кабинет. Я покажу вам кое-какие мои трофеи. Я обогнал своих коллег. Продолжал Сорокин, направляясь к дому. Мне удалось сделать удивительный препарат из гормона гипофиза. Этому гормону придаю самое крупное значение как строителю нашего тела. И при помощи этого препарата мне удается изменять формы и рост взрослых людей в очень короткий срок. Посмотрите, сказал Сорокин, когда они вошли в кабинет. Вот как выглядит гипофиз, который произвел все эти чудеса. Доктор показал Престо альбом фотографий. На левой стороне были сняты ужасные уроды. На правой вполне нормальные люди, среди которых были даже очень красивые. Между лицами левой и правой стороны не было ни малейшего сходства. Это до лечения, а это после лечения, сказал с гордостью Сорокин, показывая на левую, потом на правую страницу альбома. И он имел право гордиться. Казалось, он мог лепить тела и лица людей по своему желанию, как из глины. «Это все мои европейские трофеи», сказал он. «Полагаю, что и здесь, в Америке, я получу те же результаты». К сожалению, официальные представители американской медицины, как мне пришлось слышать от Крукса, не очень доброжелательно относятся к моим опытам. В духовных кругах даже раздается ропот. Впрочем, пока мне не мешают. «А, вот!» Сорокин показал на шкаф со стеклянными дверцами. На полках виднелись большие фарфоровые аптечные белые банки с номерами вместо надписей. Средневековый кудесник много дал бы за эти банки. В них содержатся порошки. Номер первый прибавляет рост, номер второй убавляет. Неужели вы в состоянии уменьшить или увеличить рост уже взрослого человека? Да, смогу сделать даже такое чудо. Дальше. Номер третий радикально излечивает от ожирения, номер четвертый худых людей превращает в полных. Словом, живи я пятьсот лет тому назад, я мог бы заколдовывать и расколдовывать людей, получая за это огромные деньги. И, покончив дни свои на костре, Сорокин улыбнулся. Возможно. Теперь меня не сожгут живьем, но все же допечь могут очень сильно. косность человеческая переживает века. Докторский приказ «разденьтесь» не ушел от Преста. Сорокин тщательнейшим образом исследовал каждый квадратный сантиметр его тела, измерил, взвесил и, наконец, снял фотографический портрет Тонио во весь рост и лицо в профиль и анфас. Необходимо запечатлеть всю последовательность ваших превращений, сказал Сорокин. Одного больного я снимал в одной и той же позе каждый день киноаппаратом. Получился изумительный фильм «Превращение на глазах зрителя урода в красавца». Но такие снимки отнимают слишком много времени. На другой день после этого Преста принял первую пилюлю. Пилюля должна была начать невидимую работу в его организме по перестройке его тела. В этот день Преста долго стоял перед зеркалом, как бы прощаясь с собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...